Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. 14 декабря на календаре и начинаем наш утренний брифинг. На самом деле, конечно же, мы начнем с подведения итогов вчерашней торговой сессии и главным событием вчерашнего дня стало заседание ФРС. Конечно же, я думаю, наверняка вы уже успели отследить те тенденции, которые сложились на рынке после заседания, после выступления пресс-конференции главы Джанет Йеллен. Напомню, это ее последнее выступление в качестве председателя ФРС. Да, будет еще одно заседание в январе, где она будет председателем, но больше выступать и давать какие-то свои комментарии она уже в нынешнем качестве не будет. Поэтому особое внимание все вчера обратили именно на то, что и как она говорила. Конечно, та 98-процентная вероятность повышения ставки, она себя полностью обравдала. Мы увидели, что на самом деле были повышены главные показатели по США до отметки 1,25-1,5. Напомню, что там есть некий диапазон процентной ставки, который принимается в Штатах. Нет одного фиксированного значения, но условно считается, что сейчас ставка составляет 1,5%. В Соединенных Штатах было повышение на 25 базисных пунктов. Казалось бы, все как и предполагали. Все хорошо должно было быть для доллара, потому что ставку повысили. Но не все так просто. Выделяют, на самом деле, одну фундаментальную причину того, что доллар резко снизился после заседания ФРС. И одна, которая вполне является следствием логическим. То есть вытекает из того, о чем можно было судить на протяжении последних недель. То есть является таким неким следствием. И об этом мы сейчас, конечно же, несколько слов скажем. Во-первых, все обратили внимание, что у Елен были некоторые опасения по поводу снижения инфляции в следующем году. Напомню, что целевым значением для регулятора США является отметка в 2%. Желательно, чтобы инфляция была и чуть больше 2%. Да, это в России мы стремимся к снижению инфляции и боремся с неразличными методами. Но вот и Штаты, и Европа давно уже стараются нарастить темпы экономического роста. Им, конечно, необходимо инфляция более высокая, нежели есть сейчас. Так вот, были опасения, что эта отметка останется ниже 2% в следующем году. Но будет находиться вплотную, близко к тем целевым значениям, которые для себя регулятор ранее обозначил. И, конечно, это вызывает много вопросов. Но в то же время Елен, как обычно, довольно осторожна. Она никогда не разбрасывается громкими фразами. Понимая, что это, конечно, может очень сильно двинуть рынок. И так он реагирует очень сильно на почти каждое ее выступление. Поэтому она аккуратно говорила о том, что риски сейчас сбалансированы в американской экономике. Рынок труда в целом находится в норме. То есть, подчеркнула некий рост экономической активности, заявив о том, что в целом все в порядке, есть некий баланс в экономике. Но вот малейших заявлений о том, что инфляция ниже значений прогнозных будет в следующем году, даже уже этого хватило во многом, чтобы начались распродажи доллара в моменте. И основные валюты, евро и британский фунт, выросли по отношению к американской валюте. Но на самом деле, первая причина, она выглядит, конечно, фундаментально красивой и обоснованной. Но все-таки, на наш взгляд, есть здесь некий другой аргумент, который стоит использовать. Опять же, все именно в логическую цепочку укладывается. Почему падает доллар после заседания ФРС? Мы вчера об этом утром говорили в козе брифинга. Потому что были некие опасения заранее, что все уже заложено в цене. Нужно, чтобы была какая-то неожиданность, причем очень позитивная для доллара, чтобы он вырос после пресс-конференции, заседания ФРС. А если все будет, скажем, в негативном ключе, либо даже если все будет так, как и предполагалось, то доллар не устоит. Почему? Потому что заранее были массовые покупки доллара, особенно крупными участниками рынка. Мы видим, что в последние дни евро и фунт теряли позиции по отношению к американской валюте. То есть крупные капиталы находились не именно в долларе, не в европейской и британской валюте. И поэтому, конечно, заседание ФРС должно было подвести некую черту под этой тенденцией. Сейчас мы на дневном графике видим вполне себе начало формирования восходящего локального тренда как минимум по евро-доллар, по британской валюте все несколько сложнее, хотя тоже есть признаки к повышению. То есть все довольно просто. Не было какой-то неожиданности, не было неожиданного позитива. А тот позитив, который, скажем, был, он и так уже давно всем известен. Все понимали, что ставка будет повышена. Очень маловероятно было то, что ставку не повысят. И те заявления, которые были сделаны, они во многом уже подчеркивают то, что говорилось ранее. Это и планы на следующий год, о том, что три раза будет повышение ставки. Это и прогноз по ВВП в следующий отрезок, то есть на следующий год. Поэтому в ближайшие дни, вероятнее всего, доллар продолжит терять свои позиции. Вот сегодня в утреннюю сессию мы, правда, видим, что доллар пока укрепляется, но есть подозрение, что будет такой же сценарий, как и в первые дни этой недели, когда мы после обеда в разгар европейской сессии, в начало американской, видим смену тренда и перелом локальной тенденции. Поэтому вот то укрепление доллара, которое есть сейчас, оно вполне себе рискует сегодня прекратиться. И мы увидим продолжение вчерашних вечерних движений, то есть рост евро и британской валюты. Итак, сегодня на самом деле гораздо более даже насыщенный день, чем это было вчера. Пожалуй, главная торговая сессия с позиции фундаментального наполнения. И увидим мы, на самом деле, очень много публикаций. Давайте обо всем по порядку. Сперва, конечно же, скажем о том, что будет решение по ставке ЕЦБ. Здесь не нужно строить каких-то иллюзий. Ставку очень маловероятно, что кто-то поменяет. Вероятность менее 1%, что ставка будет изменена, учитывая комментарии, которые были даны в прошлом, да и в целом ситуацию в Еврозоне. Куда важнее, как это было и вчера. Вчера тоже было все понятно с решением по ставке. Но очень важно обратить внимание на комментарии, которые будет давать Марио Драги. Потому что сегодня, сразу после публикации решения, будет его пресс-конференция, в ходе которой мы услышим подтверждение или опровержение этих планов на следующий год в отношении монетарной политики, которые были сделаны ранее. Напомню, что несмотря на довольно существенные и позитивные изменения в целом по Еврозоне, Марио Драги был довольно осторожен в ходе своих последних выступлений и довольно категоричен в плане программы количественного смягчения и в плане решения по ставке на следующий год. Ну, в частности, мы знаем, что постепенно снижается программа количественного смягчения, то есть все меньше денег поступает в экономику, да, потому что мы думаем последние годы, что Еврозона вынуждена накачивать искусственно деньгами экономику, чтобы поддерживать тот экономический рост, пока небольшой, который есть, да, то есть как-то стимулировать активность, которая оставляет желать лучшего. И эта программа постепенно сходит на нет, потому что, по сути, работает не так, как хотелось бы, и говорилось о том, что вот в октябре следующего года, когда она окончательно должна завершиться, только тогда можно будет говорить о локальном повышении основной процентной ставки. До этого же момента ничего критически важного, каких-то изменений не произойдет. Поэтому, конечно, если мы услышим вдруг что-то новое сегодня, то будут очень серьезные движения по евро и по немецкому индексу, например, который эту неделю также в спектре нашего внимания в силу тех публикаций. Да, мы также сегодня увидим еще индекс деловой активности по Германии, поэтому рекомендуем смотреть за главным немецким фондовым инструментом. Но, опять же, есть куда более важные публикации. Сегодня, кроме ЕЦБ, сегодня еще будет и Банк Швейцарии давать комментарий по дальнейшим своим действиям. По франку, на самом деле, вряд ли сегодня произойдет что-то существенное, потому что славится своим консерватизмом этот регулятор и тем, что довольно редко как-то серьезно участвует в том, что влияет на рынок. То есть, довольно слабым обычно оказывается влияние этого регулятора. Куда важнее будет обратиться внимание сегодня на новости из Великобритании и Соединенных Штатов. Если в Штатах будут просто публиковаться данные по розничным продажам, что может либо подтвердить сказанные вчера комментарии представителями ФРС о том, что все в порядке и есть некий стабильный и устойчивый рост экономических показателей, либо их опровергнуть. Поэтому, на самом деле, будет очень интересно, если, скажем, вчера мы слышали в целом позитив, кроме прогнозов по инфляции, а сегодня, допустим, мы увидим плохие розничные продажи. В этом случае, конечно, появится еще и дополнительный фундаментальный мощный фактор для дальнейшего укрепления евро и британца по отношению к доллару США. И переходим к Великобритании. На самом деле, очень много сегодня новостных поводов из этой страны. Кроме того, что также будут данные по продажам розничным в Великобритании. Напомню, что в целом мы сейчас находимся на таком этапе, когда почти все ведущие экономики, находясь в целом не в очень хорошем экономическом положении, но относительно, опять же, тем не менее, демонстрируют рост основных показателей макроэкономических. То же самое мы видели и по Великобритании, особенно после повышения ставки в ноябре, в прошлом месяце. И вот с тех пор, несмотря на то, что в целом, опять же, повторюсь, были неплохие данные, фунт демонстрировал довольно серьезное снижение, некие провалы в моменте, но при этом есть восходящий тренд, который еще с мая-апреля этого года формируется на дневном графике. И на самом деле сейчас даже весь вопрос не к экономике Великобритании, а скорее к политическим аспектам, потому что мы помним, что продолжаются дискуссии вокруг соглашения по выходу Британии из ЕС. Все, эта тема продолжает мусолиться и никак не могут завершить ее, прийти к какому-то консенсусу. И вот вчера был некий удар по позициям Терезы Мэй в целом во Великобритании, потому что парламент отклонил то соглашение, которое так долго разрабатывалось, и теперь предстоит новое слушание, новые дебаты по этому поводу. То есть есть, опять же, некий элемент неопределенности в Великобритании. И все это еще накладывается на то, что сегодня также будет и решение поставки, и пресс-конференция. Поэтому волатильность по британской валюте будет зашкаливать, уверены сегодня. То есть все внимание, прежде всего, к этой валюте и, конечно, к евро на фоне заседаний ЕЦБ. Напомню, что вчера была среда, значит, были публикации по запасам нефти. Несмотря на то, что запасы сократились и данные вышли позитивные, тем не менее нефть продолжила снижение. И есть уже четкое понимание того, что это снижение будет продолжаться и в дальнейшем, так как есть, опять же, подтверждение того, что крупные и большие объемы сделок на покупку, они были закрыты на фоне спекуляций вокруг закрытия одного из крупных нефтепроводов. Это временное было закрытие, из-за чего нефть в моменте вырастала почти до 67 долларов за баррель марки Brent. Но после этого, когда ситуация стабилизировалась, мы видим, что предпосылок для дальнейшего роста сейчас пока нет. И более того, крупные участники рынка воспользуются этим событием, чтобы зафиксировать свои длинные позиции. Поэтому и с позиции теханализа, если мы посмотрим на часовой график, и с позиции фундамента, который сейчас есть, это опять же те прения внутри ОПЕК, которые продолжаются. Все это говорит о том, что нефть должна снижаться и далее. Потому что, еще раз повторю, на максимальных значениях, на вершине выходили многие крупные участники рынка. Это было видно по тем объемам именно в те дни. Кстати, доллар-иена, валютная пара, крайне интересно, вчера отработала. Мы в ходе утреннего брифинга вчера говорили о том, что есть некий зеркальный уровень на часовом графике с позиции техники. И если, скажем, ФРС поможет, то доллар-иена может далеко уйти вниз. Так оно и произошло. Сейчас мы видим, что пара стабилизируется в азиатскую сессию. Но советовали бы присмотреться также к продажам по данной валютной паре. Единственный момент, что сейчас мы все-таки находимся прямо ровно на линии восходящего тренда. Поэтому продажи лучше начинать несколько ниже, желательно от уровня 112.50. То есть, если мы ниже данных значений провалимся сегодня, то пунктов 30-40 как минимум локально можно будет забрать с этой сделки. Что касается перспектив евро и британской валюты, то повторю, что сегодня рискует повториться сценарий, который мы видели на протяжении всей текущей недели. Когда то первоначальное движение, которое есть в азиатскую сессию и при открытии европейской, оно затем изменяется на ровно противоположную. То есть, мы сейчас видим некий рост по евро и по, если по фунту, да, мы сейчас видим рост, то евро снижается пока, евро-доллар снижается в эти часы. Поэтому, опять же, вполне на фоне тех фундаментальных событий, которые нас сегодня ожидают, мы можем увидеть продолжение движений вчерашнего вечера. То есть, рост евро-доллара. Опять же, лучше не входить в сделку сразу, воспользоваться отложенным ордером на пробой целевых важных значений, либо покупать при первых признаках к развороту. Ну и третий вариант, это уже, скажем, сделка по факту после публикации тех макро-показателей, которые сегодня будут, либо, скажем, в ходе комментариев того же Марио Драги, который мы сегодня услышим. На этом сегодня, пожалуй, все. Всем успехов в торговле. И завтра, как обычно, мы подведем итоги сегодняшней торговой сессии и озвучим новые торговые рекомендации с наилучшими перспективами. Поэтому всем всего доброго, еще раз успехов в торговле и до свидания. Спасибо.